Всем хорошего настроения! Это рубрика «Верю-не верю», где вы можете проверить свою интуицию, либо прокачать эрудицию. Ну и эта рубрика немножко переформатировалась, и сейчас мы, Тань, с тобой поиграем. Я буду говорить какой-то факт, но не до конца. Тебе нужно будет продолжить, придумать продолжение, поэтому не сильно переживай, просто говори то, что первое приходит на ум. Возможно, это окажется правильным вариантом ответа. В общем, рубрика твоя усложнилась, я чувствую. Чуть-чуть, но на самом деле мы сделали туда чуть-чуть интереснее, чтобы нам было интереснее играть. Итак, смотри, если твой ответ будет смешным, ты получаешь один балл. Если же он будет правильным, ты получаешь два балла. А у наших телезрителей, я спрашиваю, верите ли вы, что сегодня Татьяна сможет набрать четыре балла. Итак, ты готова? Готова. Ну, давай начнем. Первый вопрос. Продолжите фразу. Из человеческих волос, щетины и куриных перьев производят... Ой, я точно знаю, что из этого раньше делали украшения. О, хорошо. А что сейчас производят, даже боюсь предположить. Слушай, ну, на самом деле есть и такой вариант ответа, поэтому давай я тебе зачту 0,5 балла. Дело в том, что это не тот вариант, который здесь есть, но тем не менее. Друзья, пожалуйста, шокирующие факты из рубрики «Верю, не верю». Из человеческих волос, щетины и куриных перьев производят добавку для хлеба. О, Боже. На самом деле ее добавляют не везде. Эта история произошла в Китае. Добавка Е920, поэтому если вдруг вы увидите ее в составе... Запомните эти цифры и никогда не покупайте такой хлеб. Имейте в виду, если что, вдруг. Итак, второй вопрос. Ошейники с шипами были изобретены в Древней Греции, чтобы... Ошейники с шипами. Так, так, так. Так, простая логика. Ошейники с шипами в Древней Греции изобретены, чтобы... Не знаю, чтобы производить какое-то устрашающее впечатление на своих врагов. А кто могут быть врагами? Да кто угодно. Ну, для собак. Для собак? Ну, допустим. А ты думала для людей? Я думала, да. Хорошо. Ну, давай, я тебе чуть-чуть подсказал. Для собак, ну, хищные животные другие какие-то. Ладно. Итак, ошейники с шипами были изобретены в Древней Греции, чтобы защищать шеи собак от укусов волков. Я тебе подсказал, поэтому один балл я тебе присуждаю. Хорошо, договорились. Все будет честно, но на самом деле ты догадалась. Молодец. И первый твой вариант был очень близок к правильному, был на верном пути. Чуть-чуть уточнили просто. Итак, вопрос номер три. Военно-морской флот Монголии состоит из... Монголии? Военно-морской флот Монголии состоит из... Одной лодки? Так. Это твой ответ. Да, и все. Хорошо, друзья, не судите меня строго. Военно-морской флот Монголии состоит из единственного буксирного судна, которое обслуживает семь человек. Тань, ну давай полтора балла. Все-таки лодка и судно это чуть-чуть разные вещи. Хорошо. И в принципе включает в себя плюс-минус одно и то же. Девочке можно в этом смысле ошибиться, я думаю. Хорошо. Ну полтора балла, я думаю, что тебя устроит. Хорошо. А подожди, у тебя 0,5, потом полтора и потом еще полтора. Три с половиной. Три с половиной балла. Прекрасно. 0,5 балла у тебя осталось добрать за два вопроса. Итак, четвертый вопрос. Понтийский царь Митридат VI не смог себя отравить, потому что... Ой, не смог себя отравить... Не рассчитал дозу яда. Ага. Неправильно рассчитал дозу яда. Хорошо. Понтийский царь Митридат VI не смог себя отравить, потому что имел иммунитет к яду. А есть и такие люди. Ну что ж, у тебя последний вопрос, чтобы набрать 0,5 балла. Танюш, соберись. Итак, вопрос номер пять. Пиросома. Полый, прозрачный, 30-ти метровый... Пиросома. Это полый, прозрачный, 30-ти метровый. Что-то очень большое, 30-ти метровое. Ой. Не знаю, тебе предсто подсказывает. Подсказочка, обрати внимание на фон, ведь он должен... Сокоп какой-нибудь. Не просто так появился на экране. На что это похоже, этот фон? Ну, на какой-то океан, да, море. Итак, ваш вариант ответа. Пиросома. Это полый, прозрачный, 30-ти метровый... Ой, не знаю, Кирилл. Здесь должна быть музыка. Ма-ма-ма-ма. Так. Я старался, я тебе подсказывал, как мог. Ну, хотя бы чуть-чуть, предположения какие-то? Ну, прозрачный, не знаю, плод какой-нибудь... Плод? Ну, плод, да, спасательный плод. Хорошо, на самом деле, пиросома полый, прозрачный, 30-ти метровый червь, живущий в океане. Ой, ужас какой. Друзья, это была рубрика «Верю, не верю», где вы проверяете свою интуицию и прокачиваете свою юридицию, узнаете какие-то новые интересные факты из мира.